Диалог на равных. Ректоры ведущих вузов Чувашии встретились со школьниками. Десант ученых намерен убедить выпускников не покидать пределы республики и поступать в родные учебные заведения. Подробнее Рефат Фадкулин. В открытом диалоге любой школьник смог задать свой вопрос ректору и получить ответ из первых уст. Спектр вопросов широк, от размера стипендий и возможности учиться на двух факультетах сразу, до нюансов студенческой жизни. Но главное, конечно, утвердиться в правильности выбора. Алена Маркеданова окончила новомурадскую СОЖ. С профессией определилась еще в детстве. Хочет стать юристом. Я хотела остаться в нашей республике, чтобы продвигать в дальнейшем нашу республику. А почему именно в Чувашский государственный университет? Потому что я рассматривала три популярных университета. Например, ЧГСХ, ЧГУП и ЧГУ. Самым для меня показалось ЧГУ, потому что он был более популярным. И, например, смотрела новости в сайте. И там студенты юридического факультета участвовали во многих конкурсах. Ну, самореализация там еще большая. О значимости таких встреч говорят сами школьники. Он поможет школьникам узнать, в какие ВУЗы лучше поступать. Может быть, лучше определиться и понять, что Чувашские ВУЗы, они ничем не уступают другим. Конечно, определился. Это юрфак ЧГУП, планируя стать адвокатом. Почему? Ну, потому что я считаю... Ну, для меня это интересно было всегда. То есть право, закон и тем более защита тех, кому по тем или иным обстоятельствам она потребовалась. Выбор университета требует вдумчивого подхода. Делать его, опираясь только на информацию с сайтов учебных заведений, не стоит, предостерег школьников ректор ЧГУ Андрей Александров. Он посоветовал обязательно съездить на экскурсию, пообщаться с преподавателями, ознакомиться с аудиториями и лабораторной базой. Я думаю, что надо смотреть через ВУЗ, через университет, на свое рабочее место, на то, чем ты будешь заниматься через 4, 5, 6 лет. Вот. И вот этот взгляд поможет определить наиболее точно, адресно, что называется, в десятку, то учебное заведение, которое вот тебе поможет сделать правильный выбор. Классных, хороших специалистов, таких добротных не хватает во всех отраслях. Абсолютно. Неважно. Это инженерное дело, здравоохранение, образование, сфера юспруденции экономики, как ни странно звучит. Вот они все нуждаются в том, чтобы приходили ребята подкованные, мотивированные, очень открытые. Сегодня они школьники, но в недалеком будущем, возможно, именно они станут квалифицированными специалистами, столь необходимыми в нашей республике. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.